Субтитры сделал DimaTorzok Сашуля, кино не будет Ребят, всем привет! В этом видео мы наконец-то решим судьбу Копейки Мы долго думали, даже перенесли это видео на 2 недели Занимались вопросом восстановления Сколько это будет стоить Приезжали мои знакомые, смотрели Но выяснили, что это будет от 100 тысяч Потому что машина практически ничего не остается Кузов нужен новый Движок нужен новый Двери все шпаклеванные Ржавые Шпаклевки где-то вот столько наложено Уже просто нет смысла Остается по факту только один салон Но и то тоже есть вопросы Решение было Профессиональный, но практически как для автосервиса Работали до этого моим инструментом Но здесь набор намного больше Приступили к разборке Стекло здесь снимается довольно-таки легко Чем пользовались воровайки в 90-х годах Снимали вот этот жгут Открывали машину и воровали стекла Они были очень дорогие, лобовые У нас было такое Как раз сняли на одной машине Но у нас все снимали Время было дикое Здесь уже вот этот уплотнитель Замолк Как он раньше назывался Не целый, он какими-то пусками идет Резинка порезана все Лобного Но нам все равно его снимать В черме стекло не примут Вот она родная красочка Вот одна родная красочка Палевая Я уже говорил, скажу еще раз Кто не смотрел первые две части Вот этот цвет палевый Ее родной Она вышла с завода палевая Но потом в 83-м или 84-м году Ее перекрасили в зеленый И, видать, ее перекрашивали без разборки Хотя в то время разбирали полностью И прокрашивали Двигатель здесь прокрашен практически Внутрянка Да, и салон разбирали Все полностью разбирали А здесь лобовое стекло почему-то не вынули Ну, может быть, не в автосервисе Как они раньше СТО назывались Может быть, где-то кустарно В гаражах ее просто облили Ну, и качество, кстати, покраски Не особо хорошее Вот она, ребята, сырость Вот была мешковина Вся сгнила Здесь даже еще Все сырое Скорее всего, виной всему Побреб Который стоит с водой Ну, такие пепельницы были Только на копейки На поздних моделях Были здесь, в двери Маленькие хромированные Ну, не маленькие Побольше, чем эти О, ребята, даже пепельница взняла Нет, тут даже не отключается Срывается резьба и все Первое стекло Бор Затсай 0,1 Бор или боровская Ну, как-то так Ударной отвертки у нас нету Да и времени хотим терять Двери все равно внизу Все гнилые Вот эта дверь Вообще уже своя джила Тут шпаклевки Мам, не горюй Пилим сразу петли Разобрали пол Здесь уже все Ужавело Сгнило Обработка была То ли битромастикой То ли чем Надо сейчас будет снять Переднюю панель Она еще более-менее живая И вот так мы очистили машину Стали уже складывать Метал Так мы Повчим Повчим Я себя О Я его Дерево Я его Я его Я его Метал Я его Я его Лиц Я его Я его Я его Я его сняли сидушку и здесь у нас такой ярлычок завод-потребитель раз какой-то ли газ я на вас изготовитель количество вот с вас 20 01 ну вот наверное уже не найдем ну или 71 или 72 сняли всю обшивку и открыли для себя очень много нового но в первую очередь здесь меняли все железо по кругу пороге задние крылья передние крылья здесь уже все сгнило эта сторона у нас была вообще очень ужасная перло наполовину от гнило вот сейчас мы здесь вот пильнули и она вообще отвалилась здесь тоже уже одни дырки сквозные здесь вообще полный треш мы как раз сейчас разбираем мы понимаем что это было правильное решение ее просто разобрать и распилить интересный момент все знают что из себя представляет шумоизоляция от классики родная жигулевская здесь мы нашли вот такую шумку это их было вообще четыре штуки мы три уже выкинули одну я оставил вам показать вот здесь алюминиевые пятаки я сначала вообще не мог понять что это такое потом я перевернул и до меня дошло что вот этот черный валенок а вот это серый валенок и весь пол был услан вот такими вот валенками дядя юра конечно отжигал насчет шумоизоляции я не знаю но то что они впитывали всю влагу зимой и машина гнила от этого это сто процентов пол здесь варили вот здесь швы с передней четвертью с пассажирской стороны вообще непонятно что было там что-то замазывали делали кстати у нас был бардачок когда мы сняли он был такой весь обугленный и пластмасска от кпп вот она она тоже какая-то сгоревшая то ли это когда варили машину то ли машина горела частично забит наглухо радиатор печки и теперь самый трэш вот это у нас глушитель с красивой насадкой он даже не сгнил я не знаю как это назвать а сейчас приезжали ребята подписчики они нам написали ранее будет будут ли запчасти на нее или нет и купили салон отдали моего за 3000 плюс дверные карты смотрели chrome но хром сгнил даже бампер уже прогнил вот вот Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот эта вот маленькая тоненькая стоечка Это все, что нас защищает в жигулях от удара сбоку Пилим внутренние части Лонжерон просто сломался Он сгнил и с одной и с другой стороны Не зря здесь тоже варили амортизатор, скорее всего Да и здесь тоже уже лопнул Отрезали задницу Располовенили крышу А сегодня пришел отец Нам немножко помог ее разобрать и ушел Говорит, я с вами пилить ее не буду Но пилить ее надо Но я ее чуть-чуть помню Так смутно в своем детстве Мне не так ее жалко Отец ее хорошо очень застал Это было такое событие, когда дядя Юра купил Вот, но всему свое время Загрузили через заднюю часть машину Отрезали половину Сейчас снимем коробку, кардан Попилим здесь мелочевку Ну и распилим ее еще на две части Субтитры сделал DimaTorzok Москва перекопана, все районы Стараниями нашего мэра Везде ставят бордюры Даже там, где их не было Даже там, где они не нужны Их все равно ставят Но суть не в этом Мы хотели забетонировать погреб в гараже Думали, где нам взять грунт А тут проезжаем мимо Есть куча бута хорошего Сбоку там есть грунт Где-то песок Где-то какие-то обломки бордюрного камня Мы решили не проходить мимо Закидать машину И забутить сразу нашу яму Поможем нашему мэру Еще немного отмыть денег Не надо будет вывозить все это дело на свалку Мы заберем Сдали второй раз металл с этой машины А первый раз у нас получилось 180 килограмм Второй раз 140 Где-то получилось на 5000 Подняли Посмотрели брюхо Но действительно ее лепили из того, что было Здесь фарочный шов Вот это меняли Вот здесь заплатка Вот здесь заплатка Здесь тоже заплатки Ну она просто вся переваренная Вот такие пороги А здесь уже варено железо Ну на взгляд толщина Наверное 2, может быть 3 миллиметра Ну очень толстая Погреб на этой стоянке Бесполезная вещь Потому что с кем мы не поговорили У всех они текут Поэтому мы сразу бежалостно его засыпаем И цементируем Демонтируем коробку передач Разделываем старую тушу Причем эта туша умерла уже своей смертью Ее даже не забили А пилить будем середину И вот так Здесь у нас филейная часть Бок И два крыла Бок мясо остается все меньше и меньше только кости вот так и закончила свою жизнь это лучше чем просто подведем итоги нашей сдачи металла с копейки получилось у нас 680 килограмм на 7400 рублей пилили сами приезжали по вечерам и вывозили наверное раза три или четыре что у нас еще осталось комплект стекол кроме лобового все они родные старые с отметкой бор радиатор сейчас наверное такие же не продаются здесь отверстие под кривой стартер тем кто восстанавливает копейки или трешки я думаю это будет актуально радиатор от печки задняя оптика довольно хорошим состоянием передние ободки и также у нас остались документы номера старые птс сегодня на повестке дня у нас яма мы уже забутили как раз нам хватило тех камней которые мы набрали сухая смесь у нас лежит еще с того момента когда мы сделали язычок перед гаражом хотим сделать все это дело побыстрее чтобы сюда уже пригнать семерку и сделать то заняться ей первый замес готов сделали его не особо жидкий чтобы у нас он не потек вниз потом сделаем пожиже и все это дело загладим арматуру сетку мы класть не будем просто нет смысла до этого делали пол без армирования он весь уже лопнул и он весь горбатый для нас первая задача это избавиться от этой ямы избавиться от сырости дальнейшем может быть мы здесь делаем наливной пол хотя бы просто выровняем последний ведро мы месили думали хватит не хватит хватит не хватит в итоге набрали еще одно ведро щебня засыпали и один мешок скорее у нас останется но чтобы у нас не мешался мы разведем и перед гаражом здесь очень много ямок едешь просто как на стиральной доске и под подмажем их тоже все полностью загладили ждем когда высохнет и пригоним сюда семерку на этом мы с вами прощаемся подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии всем пока